Доброе утро! Два цветочка вот-вот распустятся. Сегодня будет, наверное, это. А тут весь, ну, весь обглодан. Видите, сверху стула торчит палка. Весь обглодали. Негодяи. Никогда не удается мне проследить. Вот утром рано был, были бутоны. Я вам показывала, извиняюсь. И сейчас вот сколько время? Час. А они такие уже готовенькие, хорошенькие. На глазах это не происходит. Ну, понятно, что я не сижу здесь прям, не смотрю. Эй, давай, Джек, ты что? Вот они, какие красавцы. Ай, какие красавцы. Аж два сразу, одновременно. И этот стоит бедный. Тоже, тоже дебискус. Но деревцем все поглодано. Там в группе написали, что, может, чесноком. Чеснок они не любят. А как чеснок? Разложить чеснок, как... Ай! Или сделать такую массу и побрызгать и там в почву, что ли. Птички поют. Тепло. Хагашо. Надо фоточку сделать. Уехала с операции. Куда? Джек, не надо меня обрезать. Ложись, ложись, лежи. Все, 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 мама. Чек, лежать. Не надо, не надо. Да ты... Лежи, лежать, лежать. Все, лежи. Не лизать, а лежать. Еще наркоз потихонечку отходит. Спасибо подружке. Наташеньке, спасибо. И дочечке ее. Соне. Привезли меня сейчас. Наташа говорит, ты, говорит, желтенькая. И бледная. Надо воды сейчас больше попить, воды. Человек всю меня излезал. Видимо, чувствует. Поспала. Чуть-чуть поспала. Кажется, что цвет лучше, да, уже? Или не? Или только кажется? Надо снять. Ну, болит, боюсь снимать, потому что болит. Походу, там... Какая была эта иголка. Я прямо даже чуть ли не скрип слышала, как она... втискивается в кожу, в вену. Ужас, какая тупая иголка, кажется. Ну, была вообще толстая или... Ужас. Ужас. Тазик мне дали. Я пытаюсь разобраться, что с ним делать. Инструкцию дали. Ужас. 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 Завтра только сказали. И бумаг. Сижу, читаю. А куда делись мои бумаги? Вот они. Ой, сижу, гляжу, читаю. штук 15 бумаг а4 мелким шрифтом что там что нельзя что ожидать дженнил инстрактонс Ну, короче, тоже практически самое, что я вам уже читала. Не принимать важных решений. Не пить алкоголь. Ну, короче, включая пиво или вино. No, do not stay alone. Не оставайтесь одной. Have a response. Ой, у меня все сообщения приходят. Спасибо, родные. Adult. Супер. Короче, что вы кто-то из взрослых. Ну, у меня Ева как взрослая. Спасибо ей большое. А, это я уже пила. Ой, пила. Не пить алкоголь, это я уже пила. Ой, еще не пила, конечно. Но heavy. Не поднимать тяжести. И самое важное. Rest and relax. Rest and relax. Кстати, relax. Перед операцией я лежала долго там кололи, там что-то делали. И в баночку нужно было это делать. Сделать тоже для анализов. Вот, потом один подошел, второй. И все спрашивают имя, фамилию, дату рождения. Чтобы, знаете, не сделать другому с такой же имя, фамилию операцию только другого плана. Они все постоянно проверяют. Потому что были инциденты раньше. Поэтому сейчас все строго. Ну, понятно, что вряд ли в одной больнице найдется с русской фамилией такое же имя. Там они же еще и доктор. И какая у тебя операция? Все спрашивают. То есть на какое место? На теле. Я вот лежала такая. Потом уже всех, говорю, благодарила. Всем улыбалась. Говорю, спасибо вам большое. Вы так добры. Очень, ну, в общем, всем этот... Ну, они что-то, видимо, захотели мне, может быть. Или, может, видно было, что я переживаю. Я не знаю. Я даже... Ну, потом она мне говорит, хотите, я вам сделаю, чтобы вы расслабились, релакс, короче. Я говорю, а это не повлияет на наркоз? Она говорит, нет, это совместимо с наркозом. У меня два каких-то... Они еще такие между собой. Один, типа, или два. Я так поняла. Кубик или, как у нас говорили раньше. Она говорит, давай два. Такие. Прямо в эту штуку, вот, которую у меня в капельницу поставили, влила. Тут же через сколько-то секунд спрашивает. Ты, говорит, чувствуешь себя как пьяная? Я говорю, нет. И потом так поплыло у меня. Ой, я говорю, да, я как пьяная. И они меня повезли. Все, положили на какие-то... И я уже... Ну, так действительно расслабилась. Какие они все добрые, какие милые вообще. Я помню, когда была в больнице там, на родину, так скажем. Когда мне было плохо, я вам рассказывала. Кто-то помнит, кто-то не помнит. Сейчас вспомню. Ну, может быть. Что это такое? У меня как будто щека перекатилась, да? Странно. Она так расслабилась, что щеки сами в своей жизни живут. Короче, что я говорю вот. А, ну вот, дали мне такой наркоз ужасный. У меня тогда была замершая беременность. Ну, предисловие-то вообще было такое себе. Я, кажется, к ним пришла, говорю, у меня это... Сердце не бьется в этом животе у ребеночка. Сама уже, ну, стресс такой, да, ожидаемая, ну, как бы желанная беременность. Они такие, ну, сейчас такие две грымзы. Это вообще грымзы просто. Это они медсестры причем. Как какие-то медсестры могут отсылать? Они такие, приходите сейчас к эти праздники. После праздников приходите. А праздники тогда три дня, по-моему, три или четыре дня были. И я такая, как? Ну, представьте, с мертвым ребенком в животе три-четыре дня ходить. Это даже психологически невыносимо. А уж что говорить, как это повлияет на мое здоровье? Может, я вообще там... Такие на себя судьбоносные решения берут некоторые люди вообще. Я села такая, я говорю, никуда не пойду. Буду здесь сидеть. И как раз приходит заведующее отделение с толпой врачей, каких-то медсестров, что не знаю, там главных медсестров. И я сижу там такая заплаканная. Ну, видно по лицу, что тогда масок-то не было. Они такие, он такой, что случилось? Я говорю, так и так. Начал перечислять мне симптомы. Там сухость во рту есть, там это... Я говорю, все, ну да, есть, есть. Срочно в операционную. И вот потом, когда я уже все-то отошла, и мне... Говорит медсестра, которая там все помогала, говорит, не ревиграть, там уже нечего было. Ну, говорит, у тебя там все черное было. Черное. Представьте, а эти тетки меня говорят, иди домой. То есть, тебя могли... Еще чуть-чуть, и это повлияло бы, мне бы там вырезали все. И все органы, ну, там, не все, я имею в виду, женские. Иди домой. Нормально, да? И потом, вот, когда я уже отошла, наркоз был ужасный. Я просила, пожалуйста, тогда я на всю жизнь запомнила, сделайте мне деприван. Вот этот деприван, вы с него мне более-менее... Не делайте мне вот этот ваш наркоз. Мне с него очень плохо, я знаю уже. Я вам заплачу деньги. Че есть-то и вколем? Че есть-то и вколем? Я понимаю, что, ну, как бы, может быть, у них не было депривана, но мне что-то сомнительно. Они... Вот такое отношение, как скотское, знаете, вообще. Ну, и вкололи мне это че. Я потом вообще у меня... Я рассказывала, у меня закатывались... Закатывалась голова вот так. Я ложусь спать, мне хочется спать, а у меня вот так вот, видимо, мышечные какие-то спазмы. И чувствую, как глаза у меня туда тоже закатываются, уезжают непроизвольно. Я не могу это контролировать даже. Я подошла. Я говорю, у меня вот такие симптомы. Я не могу уснуть, мне плохо. А я сразу представила, знаете, больные ходят, ну, которые, ну, очень такие уже психически нездоровые. Они вот ходят, лак у них глаз. Я как представила, ну, сделайте что-нибудь, чтобы у меня, чтобы я, как сказать, восстановилась. Попей кроволольчик. Я пошла, я же послушная, знаете, в плане этого. Пошла кроволольчик. Сама понимаю, что кроволольчик да тут не поможет. И валерьяночку потом. Короче, она мне что только не говорила. Потом я уже говорю, слушайте, я и валерьяночку, и кроволол, и там, а, под язык этот, валидол, по-моему, или что-то такое. Ну, это вообще бред. Просто человек говорит о таких симптомах. Плохо вообще. Я говорю, у меня никогда такого не было. Помогите мне. Какой валидольчик? Я не... Я говорю, опять, у меня чувство справедливости куда-то было, а сейчас вернулась. Я говорю, я никуда не пойду. Вот буду перед вами стоять. Я не могу все равно уснуть. ничего не... И тогда только она позвонила там на второй этаж. Говорит, тут эта буйная. Я говорю, это я-то буйная. Эта буйная, у нее там то-то, то-то. Давайте, пришли, мне вкололи, по-моему, реланию. Все, я, по-моему, вкололи. Или, да, я уже не помню, много лет назад. И я уснула. Утром проснулась. Ну, что вам, жалко было? Это просто жалко было тратить на какую-то там непонятную бесплатную пациентку. Хотя, говорю, даже наркоз, я им говорю, возьмите деньги. У меня тогда тысяча рублей было, сколько-то те года. Вколите мне нормально. И было бы все нормально. сами потом хлебнули со мной. Пришлось реланию тратить на меня. А так бы деньги я бы заплатила, и все нормально. Было у них, у них все есть. Че есть-то, и вколем. Ну, вот они потом, у меня девчонки в палате, говорят, Лен, может, поэтому они сказали буйное. Лен, говорит, тебе больно было? Я говорю, нет. Лен, ты так орала. Ты так орала. У нас кровь с тыла в жилах. Я говорю, да вы че? Вот, а этот, это такой вот наркоз кололи мне. Он в каком-то ужасе я была. Я помню, что я как в центрифуге в каком-то этом, и у меня есть как будто в тазу, а я слышу и голоса, представляю. Вот эти вот, они, голоса человеческие, они-то врачи говорят, а я их слышу, как отголоски вот таким страшным сне, и мне вот этот страшный солнцец, я вот в этой центрифуге, и главное, со звуком таким, я, это был просто ужас, и видимо, я вот кричала, и девчонки говорят, кошмар какой, вот, а здесь я этот, а здесь небо и земля, ты хочешь расслабиться перед этим, перед наркозом, давай тебе это, все, я расслабилась, меня как-то положили, и мне уже этот, спокойно так стало, я ничего не боялась, не переживала, спасибо врачам, вообще-таки, и каждый, кто приходил, то по ножке, то по ручке погладит, знаете, теплое, горячее одеяло, мне, чтоб я не замерзла, там все прохладно у них, а я там раздета, в этом халатике, как в фильмах показывают, спереди все закрыто, а сзади голое, нужно завязочки завязывать, так прохладно в этой одной штуке, прям, кому-то, хочешь горячее одеяло, ну там теплое, это я говорю, да, и укрыло меня, подоткнуло, ой, вообще, такая прямо забота, каждый подошел, ну как ты, и погладит, и все хорошо, вот так вот, положили на какие-то два валика меня, животом вниз, вот, даже не помню, как вырубилось, если в прошлый раз, вот пару недель назад, там сколько, три недели назад, четыре, не помню уже, я прям помню, она мне так, что-то по лбу вот так сделала, и я, я прям помню, как у меня глаза, и она походу мне их, и вот так возле этого сделала, и закрыла мне глаза походу, я прям помню, как я отъехала здесь, не помню, ой, сейчас вроде бы, этот полегче мне, я порозовее стала или нет, или все такая же желтая, бледная, пойду-ка я, попробую чуть-чуть встать, и дочитать свои инструкции, а то я боюсь, что заболит у меня, а я буду ждать еще, пока подействует, надо заранее выпить то, что она сказала, все, я вас люблю, целую, пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok, Добавил субтитры сделал DimaTorzok,